Сегодня в двери великого праздника всей нашей страны, 75-летия Победы Великой Отечественной войне, я хочу показать вам небольшой мастер-класс по изготовлению символа Победы, цветка Победы, красной гвоздики на георгиевской ленте. Для того, чтобы приготовить такой значок, нам понадобятся несложные материалы и немножечко времени. Посмотрите, у нас символ Победы, наш значок, будет в принципе содержать не один даже символ, а целых два, потому что георгиевская ленточка, один из самых значимых символов сегодня, и красная гвоздика, о которой я уже сказала, тоже так же считается символом Великой Победы. У нас в стране нет ни одной семьи, которой не было бы ветерана войны или погибшего на войне, и я посвящаю сегодняшний мастер-класс своему деду Константину Тимофеевичу Палкину и его братьям. Восемь человек ушли на фронт из этой семьи, и четверо из них не вернулись. Один из них Сергей, участник Парада Победы, Михаил, пришел с войны инвалидом. Это дед, которому удалось прийти с войны живым, целым, невредимым. Старший брат его, Иосиф, погиб. Евгений, ветеран войны, пришел живым. А Виктор погиб. Борису было 19 лет, когда он разведчиком погиб и принес семье очередное горе. Ну и вот самый старший сын, Александр, учитель математики, погиб в первый месяц войны. Вам, деды, посвящаю свой сегодняшний рассказ и свое сегодняшнее маленькое-маленькое дело. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится георгиевская ленточка. Вот такой небольшой фрагментик, примерно 25 сантиметров длиной. Понадобится кусочек красного фетра, для того, чтобы сделать гвоздичку небольшой. И маленький кусочек фетра зеленого. А также нужны будут ножницы, клеевой пистолет и иголочки с ниточками. Если у вас нет клеевого пистолета, ничего страшного, все можно пришить легко ручками. Если нет специальных ножниц, таких как у меня, с краем, который зазубривает концы цветка, мы можем пользоваться самыми обновленными ножницами. Для того, чтобы сделать цветочек, посмотрите, что я приготовила. Заготовочка для цветка, это круг диаметром 8 сантиметров. И заготовочка для чашелистика в виде звездочки. Вот такая звезда, максимальная длина по плечам 6 сантиметров. Я заранее вырезала необходимые детали, потому что для цветочка нам понадобится два вот таких круга диаметром 8 сантиметров. Ну а поскольку у меня есть волшебные ножницы, то я пользовалась ими. Я покажу только вот сам фрагмент, как очень удобно они дают мне вот такой красивый зазубренный край. Когда у меня их не было, я вырезала все ножницами обыкновенными. И мои любимые студенты тоже так делали. Это, конечно, удлиняло время для работы, но у нас нет никаких особенных сложностей для нашей жизни. То есть вот такие две заготовочки мы сделали. И дальше мы начинаем собирать наш цветочек. Для этого я беру иголочку с красной ниткой, для того, чтобы, конечно, не было видно каких-то ненужных шагов. Можно сделать ниточку вдвойне и сложить вот такой цветочек. Мы складываем пополам и еще один раз. То есть вот такая четвертиночка у нас получается. И примерно то же самое мы делаем со второй частью, вкладывая один фрагмент в другой и соединяя ниточкой для того, чтобы наш цветочек не развалился. Вот небольшое скрепление. Можно сделать, конечно, это понастойчивее, прям по длине вот всего сбора цветочка. Я сейчас сделаю немножечко это поменьше. Ну, в общем-то, даже тем, кто не умеет шить, сложности большой никакой не представится. Закрепляю ниточку. Прячу хвостик этой ниточки, так, чтобы где-то он в ненужном месте не выпало. Мы обычными ножницами убираем. Смотрите. И вот он наш красивый цветочек практически готов. В следующий момент нам нужно собрать чашелистик. Для этого мы берем заготовочку-звездочку и небольшими защипами вот так формируем из нее чашечку. Эту чашечку мы потом вставим или в нее вставим цветочек наш. Здесь даже не нужно пугаться, если вдруг не очень получается аккуратно в начале, потому что всегда самый некрасивый край мы можем сделать тыльным, то есть прикрепить нелицевым. Ну, вот так мы приготовили чашечку, в которую вставляем цветочек. Вот он уже получился красавчиком. Но для того, чтобы цветочек совсем был похож на цветочек, нам нужна еще небольшая ножка. Поэтому вот из фрагментика зеленого фетра я делаю ножку, которую также подшиваю к цветку. Итак, мы прикрепили ножку цветочка и, в общем-то, вот у нас заготовочка эта выполнена. Следующий шаг. Мы складываем ленточку, на которую будем крепить цветочек. Но прежде я включу пистолет, для того, чтобы он нагрется. Еще раз напоминаю, что если у вас нет вот такого несложного орудия, вы можете пользоваться обычными иголочками, пришивая цветочек к ленточке. Ленточку складываем обыкновенным образом, вот таким. Вот здесь у меня шкатулочки волшебные. Есть уже вот такая заготовка. И клеевым пистолетом я прихватываю немножечко георгиевскую ленточку, так, чтобы она не развернулась во время пришивания или приклеивания. Для того, чтобы прикрепить значок и смочь его потом прикрепить на одежду, нам понадобится булавочка, либо такое специальное приспособление для значка. Я беру обычную булавку, потому что она есть везде, и нет необходимости бежать в магазин хобби покупать ее. И булавочку мы приклеиваем также клеевым пистолетом с обратной стороны нашего значка. Для этого используем кусочек, фрагментик. Ну, в данном случае, это у меня от георгиевской ленточки, потому что получается очень нарядно. Итак, ленточка у меня уже прихвачена, и я наношу клей, ну, прямо вот достаточно даже густо на свой цветочек. Потому что вот эта часть вся, она и должна приклеиться на ленту. Немножечко придавили, подержали, и в целом георгиевская лента с гвоздикой у нас готова. Итак, я беру вот фрагментик части георгиевской ленточки для того, чтобы сделать оборотку. Вот, нанизываю на нее лавочку. И также делаю вклейку. Надеюсь, что пистолет еще не совсем остыл. Нет, не остыл. Вот таким образом я приклеиваю один кончик. И сейчас приклею второй. Я приклеила второй. И у меня готов прекрасный цветок победы. С праздником! Я помню, я горжусь, и я люблю свою страну, своих дедов, свою победу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok